За войну в Украине Россия дорого заплатит. И не только в виде репараций. Министерство финансов США уже заявило о блокировке российских активов, в том числе имущества приспешников режима, олигархов. Замороженные счета оцениваются в 30 миллиардов долларов. А еще больше 300 миллиардов долларов стоят заблокированные активы Центробанка России. И все эти деньги в будущем могут стать украинскими. К примеру, парламент Канады уже одобрил конфискацию российских активов и возможность их передачи Украине. Будем делать все возможное, чтобы эти замороженные средства были быстрее направлены на помощь украинцам и на восстановление нашего государства после войны. В Канаде уже вступили в силу поправки в специализированный закон, предусматривающий возможность конфискации российских активов и использования их для поддержки Украины. Два месяца назад мы об этом говорили в Вашингтоне с вице-премьер-министром Христой Фриланд. И сейчас мы благодарны канадскому правительству за этот важный жест помощи. Для поисков российских активов была создана специальная международная группа. К ней присоединились представители Еврокомиссии, Великобритании, Канады, Австралии, Германии, Италии, Франции и Японии. За сто дней удалось арестовать яхты российских олигархов, их виллы, имение и другое имущество. Поиски продолжаются и сейчас, блокируются активы попавших в санкционные списки россиян. В частности, это олигархи, чиновники, военные и все те, кто имеет отношение к деятельности российской армии в Украине. Санкции распространяются и на их родственников. Кроме того, и сама Федерация владеет недвижимостью за рубежом. «Мы будем и впредь поддерживать и увеличивать экономические и политические издержки этой войны для президента Путина и его режима. С этой целью важно держаться вместе даже в течение долгого времени, которое, несомненно, будет. Но мы также будем решительно противодействовать российскому нарративу о том, что на самом деле только Запад, так называемый «глобальный Запад», осуждает это нападение. А в остальном мире просто наблюдают за тем, что делает Россия». Сотрудничество с Россией токсично и для частных международных компаний. К примеру, «Промкомплект Лоджистик» из Узбекистана уже попала в чёрный список США. Всё потому, что фирма помогала российской радиоавтоматике обходить американские санкции и поставляла микросхемы в Федерацию. Включение частной компании «Промкомплект Лоджистик» в список санкций должно послужить предупреждением для коммерческих организаций по всему миру. Если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете попасть под санкции. Из заявления Госдепартамента США. Чтобы замороженные активы россиян и самой Федерации можно было передать Украине, странам Запада следует внести изменения в свои законодательства. И если до 24 февраля возможности внесения таких поправок считались маловероятными, то с каждым днём всё более кровавой агрессии армии России против украинцев новые законы становятся всё ближе. Подтверждение этому – решение парламента Канады о конфискации российского имущества. Вероятно, этому примеру последуют и другие страны.